Новый год к нам мчится. В городе Металлургов прошел конкурс по охране труда прокатного производства. 20 наград и гран-при Сочи детская художественная школа Магнитогорска вновь подтвердила свой статус учебного заведения с академической направленностью. Начнем наш выпуск с информации о подготовке к Новому году. В Магнитогорске началось строительство ледовых городков. Погода долго не позволяла приступить к этому важному предпраздничному делу. Но ледовым строителям все же удалось раздобыть лед необходимой толщины и частоты. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. Самое популярное место отдыха горожан в период новогодних праздников – центральная елка возле курантов на площади народных гуляний. Строители центрального ледового городка в этом году оформят его в стиле русского зодчества. Здесь построят семь горок, две из них большие, соберут искусственную елку высотой около 20 метров. Лед подрядчики уже раздобыли и доставили на площадь. В этом году впервые за 12 лет уже опыта работы мы с песчаного карьера возили. В этом году там лед хуже качества, поэтому мы решили поискать. Привезли теперь с территории Башкирии, это в 15 километрах. Нашли небольшое озеро, но как бы лед идеальный, без шубы, чистый. В ходе выездного заседания Оргкомитета по подготовке к новогодней кампании его участники обсудили последние штрихи строительства городка и организации праздничных гуляний. По словам Александра Логинова, в самое ближайшее время в средствах массовой информации и на сайте городской администрации появится программа культурно-развлекательных мероприятий, которые будут проводиться здесь в празднике. Будут выступать как профессиональные коллективы, так и самодеятельные творческие коллективы. Задействованы практически все учреждения и культуры, учреждения дополнительного образования. Будет интересная программа, различные конкурсы, спортивные соревнования. Естественно, будет Дед Мороз и не один, а каждое учреждение, каждый коллектив своего Деда Мороза представит. Ну и все завершится у нас большим праздничным пиротехническим шоу, которое также пройдет на этой площади в 20.00. Руководитель компании-организатора праздничных салютов пообещал порадовать горожан необыкновенно красочными фейерверками. На сцене будут красивые фонтаны, хлопушки, будет весело. Как раз для детей. Там, на заднем фоне, там будут, естественно, и фонтаны, и красивая большая рыжая собака, раз в год собаки наступает. И будут, естественно, красивые вертушки такие большие, со свистом и так далее, со звуком. Ну и будет верховой красивый фейерверк с веерными, со всеми красивыми составляющими. Согласно планам, сдача центрального ледового городка запланирована на 22 декабря. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. И в продолжении темы спортивный клуб «Металлург Магнитогорск» открывает сезон зимних развлечений. Центральный каток и хоккейная коробка залиты. Кроме этого, здесь будут организованы собственные горнолыжные трассы. Все подробности в нашем сюжете. Тот редкий зимний день, когда на центральном катке пустота и тишина. Техника устраняет последствия снегопада. В течение двух недель, несмотря на теплую для начала зимы погоду, здесь наращивали лед. И к моменту открытия толщина его составила 15 сантиметров. В прошлые зимние сезоны центральный каток всегда открывался 1 декабря. Но в этом году и погода подвела. И сотрудники клуба «Металлург Магнитогорск» параллельно с катком заняты на новом спортивном объекте. Эту снежную горку магнитогорцы уже успели испытать прошлой зимой. Тогда ее организовывали для любителей катаний на санках. В этом году гора подросла, и руководство клуба теперь между собой называет ее маленькой городской горнолыжкой. А официально – чудо-склоном. Более 15 тысяч кубов завезли грунта со всех строек города Магнитогорск. Со всех частичных. Увеличили количество трасс. Вместо одной теперь у нас три трассы для горных лыж и сноуборда. И одну трассу для тюбинга сделали. Перепад высот теперь 22 метра высоты горки. Дефицит снега чудо-склону не страшен. Благодаря участию руководства «Металлургического гиганта» клуб приобрел установку «Викинг». Ружье стоимостью 650 тысяч рублей уже третью неделю работает в непрерывном режиме. Как получается снег? Вкратце, в присутствующих мощностях производится забор воды с давлением 4,5 килограмма, подается на ружье. Далее оно подхватывается компрессором высокого давления и насосом высокого давления. Все это смешивается в форсунках, в нюклеаторе и вылетает готовый снег. В среднем за сутки ружье «Викинг» производит 13 кубометров снежной измероси. Как на настоящей горнолыжке, на этой горе продумана система подъема катающихся. На буксировочной канатной дороге осталось только натянуть трос. Данная гора, конечно же, для всех жителей города Магнитогорска. Всех приглашаем, как начинающих, так и кому время, так сказать, ограничено. Кто далеко ехать на Банна и в Абзако, то здесь тоже можно провести замечательное время. Открытие «Чудо-склона» для катания запланировано на 20-е числа декабря. Возле горы организуют кафе и прокат инвентаря. Стоимость посещения, отмечают в клубе, будет сопоставима с ценой билета на центральный каток. Он, кстати, уже открыт. Елена Тимофеева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. К другим темам. В Левубережном дворце Металлургов было жарко. На сцене зажигали специалисты прокатного производства. Поводом для шуток и танцев стал конкурс по охране труда. Ребята с юмором рассказывали о серьезных вещах и в каждом номере напоминали безопасность на производстве первично. Подробности в сюжете Евгении Солохудиновой. Мы приносим радость и смех, мы представляем наш прокатный цех. Мы не привыкли плакать и ныть, мы пришли сегодня победить. Восемь цехов, четыре команды сборной прокатного производства готовы к бою. Их задача сегодня выступить ярко и смешной. Кроме того, показать отличные знания по технике безопасности. Это очень важный вопрос, который касается всех работников комбината. Тем более прокатное производство, это большое производство, где много механизмов, машин. И задача обслуживающего персонала, то есть технологов, выполнять требования охраны труда. Плакаты висят, они предупреждают, заходить никак нельзя. Лази, запрет номер 6, если стоит живой состав, под ним не надо лезть. Холейдоскоп ярких номеров, конкурсных заданий, 4 приветствия, в котором нужно обозначить 7 шагов безопасности, конкурс капитанов и теория. Анализ карты рисков и составление актов расследования микротравм. В каждом мини-спектакле напоминание о том, что бывает с теми, кто не соблюдает элементарную технику безопасности. А готовились к этим выступлениям прокатчики долго и основательно. В течение двух месяцев писали тексты, выбирали музыку, абсолютно все делали сами. Целый мозговой штурм, на самом деле. Собирается команда где-нибудь в непринужденном месте, например, на фудкорде. И под кофе и бутерброды что-нибудь решается. Нам очень немаловажно под кофе и бутерброды. У нас будет и рэп, и шансон, у нас будет и шоу бузовое, то есть очень много. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На оценки судьи не скупились, но при этом, конечно, были объективны. Болельщики в этот вечер очень помогали своим командам. И не только морально, а самые громкие и убедительные кричалки принесли в копилку команд несколько десятых баллов. Ограда труда – залог жизни! Мы победили! Не прохали! Борьба между прокатчиками развязалась серьезная. Все участники показали отличную игру и доказали. Они мастера не только дела, но и слова. Энергетики, мы думали, показали выше, что вот так. Но прокатчики вообще просто пока не... Я даже не знаю, не то, что кузово уже там нервных курит где-то в стороне, да? Я думаю, скоро комедий-клаб учится будет приезжать там. Будет финал, когда все победители встретятся. Я думаю, надо уже аренду металлур заказывать, потому что этот зал уже будет на балалах. Мы договоримся! Ну да, вас сейчас играет нормально. Ну, как бы не были все хороши, лучшего выбирать все же пришлось. Команда «Нордлайн» – представители северной линии цехов ПАО «ММК». Сегодня они лучшие из лучших. На втором месте оказалась команда «Сорталист». Третьи разделили между собой сборные «Полный передел» и «Непросто соседи». Все участники получили памятные дипломы и, конечно, приятный бонус – денежные премии. Следующий конкурс по охране труда состоится уже в феврале. На сцену выйдут команды металлургов. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». В субботу 9 декабря в нашей стране отмечали День Героев Отечества. Праздник еще дореволюционный. В календаре его вернули только 10 лет назад. Теперь ежегодно в этот день чествуют героев Советского Союза и России, кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия. Тех, кто на личном примере доказал, что не только на войне, но и на производстве есть место подвигу, встречали в Политехническом колледже. Семь героев социалистического труда и один полный кавалер Ордена Трудовой Славы. В зале почетные гости праздника. Звания и наград эти люди добились в работе. Большинство на Магнитогорском металлургическом комбинате. Евгений Федорович Стоянкин, золотую медаль, серп и молот, носит на своем пиджаке вот уже 35 лет. Ветеран доминого цеха начинал горновым, был ковшевым, диспетчером, газовщиком и только потом мастером. Для него до сих пор загадка, почему из всех работников доминых печей именно его в 82-м году удостоили высшего звания в СССР, героя социалистического труда. У нас полторы тысячи человек работают в цехе. Начальник цеха в комиссии был, секретарь партийной организации, председатель профсоюзного комитета, секретарь комсомольской организации, комсомол был тогда и старший мастер. И вот надо выбрать самого-самого. Я подошел и молодой, и общественник, и печь у нас хорошо работала, мы сверхпланов были. Равняться на героев, как они не боятся работать на тяжелом производстве, достигать подобных высот. Ведь сейчас возвращена традиция присваивать звание Герой труда Российской Федерации. С такими словами обратились гости с городской администрации и Магнитогорского металлургического комбината к учащимся колледжа. В адрес ветерану звучали слова признания за их трудовые подвиги. От многотысячного коллектива Магнитогорского металлургического комбината от председателя Совета директоров ММК Виктора Филипповича Рашникова, генерального директора ММК Павла Владимировича Шляева, вам, уважаемые герои, пожелать вам, наверное, сейчас самого главного, это здоровья, чтобы вы как можно дольше оставались с нами и как можно дольше служили вот именно. Ну, опять же, не побоюсь этого слова, да, памятникам человеческому дому, памятникам человеческой самоотверженности являлись для нас примером. Для ветеранов студенты Политехнического колледжа подготовили праздничный концерт. К слову, 16 выпускников этого учебного заведения в разные годы были удостоены звания Герой социалистического труда. В Челябинском областном совете ветеранов состоялись выборы председателя. Пост на ближайшие четыре года сохранили за прежним его руководителем Анатолием Сурковым. Больших изменений не претерпел и основной состав совета. От Магнитогорска в него вошли председатель Градского совета ветеранов, председатели всех районных советов, а также директор благотворительного фонда «Металлург». Магнитогорская делегация на отчетно-выборной конференции в Челябинске была одной из самых многочисленных, больше 40 человек. Помимо участия в голосовании, ветераны заслушали доклад председателя совета о работе общественной организации в течение последних четырех лет. Одна из заслуг областного совета ветеранов – присвоение почетных званий «Город трудовой доблести и славы» Челябинску, Магнитогорску и Золотоосту. В работе конференции принял участие первый заместитель, губернатор Евгений Редин. В своем выступлении он подчеркнул, что для руководства области важно продолжать многолетнее сотрудничество с ветеранским движением. Я отметил работу в организации в плане патриотического воспитания молодежи. Председатель Магнитогорского совета Александр Макаров в своем отчете сделал упор на работу по привлечению новых кадров в ветеранские объединения. Мы решили открыть школу молодого пенсионера. Вот нас 107 тысяч, а ежемесячно около 600 человек, подумайте только, ежемесячно около 600 человек вводят в возраст пенсионный. У нас около 40 человек заканчивают школу-правдом народный контроль. Причем те люди, которые профессионально, мы считаем, подготовлены к этой работе. Уральские зори Уральские зори с концертом, творческие коллективы Магнитки и всей области теперь имеют возможность выступать в загородном детском лагере на профессиональной сцене. В комплексе Уральские зори построен досуговый центр, отвечающий всем современным требованиям. Одно из первых представлений здесь дал музыкальный театр центра Камертон. В оздоровительном комплексе Уральские зори даже зимой полно отдыхающих. Получать знания в лесной школе приезжают дети со всей области. С сегодняшнего вечера в лагере с нетерпением ждали не только 300 мальчишек и девчонок, но и руководство комплекса. В гости приехали артисты центра Камертон. Около 9 лет, ну 9 лет это уже точно, центр Камертон сотрудничает с Уральскими зорями. В летний период организовывается летняя творческая школа, которая называется «Золотой Камертон». И вот уже очень давно мы с базы центра Камертон переместились в Уральские зори, в комфортные условия, на свежем воздухе. 16 юных артистов знаменитого музыкального театра Сырии Муляковой прибыли с мюзиклом «Кошкин дом». Эта свежая постановка артисты успели дать пока лишь 8 представлений и только планируют поехать с мюзиклом на конкурс. Пошли вы, попрошай, не пусть хотите слива, вот я вас за грима. Многие из артистов Камертона – младшие зрители. В роли котят брат и сестра, ученики начальной школы Арина и Артем Леонтьевы. Исполнительница роли курицы Арина Куряпина такая же юная, но уже успела сыграть в спектакле сразу несколько ролей. Я сначала в первом спектакле была цыпленком, а вот сейчас я курица уже. Когда я была цыпленком, мне было страшно, а сейчас просто не страшно и все. Еще полгода назад о таких представлениях в «Уральских зорях» можно было только мечтать. В комплексе не было клуба и все массовые мероприятия проводили в столовой. У нас был юбилей в центре «Уральские зори» и металлургический комбинат подарил детям, городам Магдагорской и всей области такую возможность развиваться в плане творчества. То есть построил вот этот прекрасный клуб, в котором мы с вами находимся. Здесь и танцевальный зал, и актовый зал, прекрасная сцена, прекрасный звук, прекрасный свет. 40-минутное представление пролетело незаметно. Юные артисты в восторге от новой сцены, а юные зрители – от всего представления. Мне правда понравилось, особенно как они пели, это было восхитительно. Мне даже очень понравилось, как они играли, особенно маленькая девочка, которая играла эту, на сетку, курицу. Да, она такая прям заводная. Новую сцену, новый зал и весь клуб в «Уральских зорях» теперь планируют использовать как можно чаще. В ближайшее время здесь пройдет танцевальный фестиваль. Детская художественная школа «Магнитогорска» вновь названа одной из сильнейших школ академической направленности в России. Так высоко работу нашего образовательного учреждения оценила именитый жюри всероссийского конкурса «Звездный серпантин», который прошел в Сочи. Его участниками стали 37 юных художников из «Магнитки». Они сумели не только завоевать 20 призовых мест в разных номинациях, но и увести домой главную награду – гран-при конкурса. О том, как это было, юные художники решили не рассказать, а показать, устроив в школе выставку своих рисунков. На берегу Черного моря магнитогорцы провели пять дней. По условиям конкурса они должны были представить две домашние работы академической направленности и одну пленерную, выполненную на улицах Сочи. Чтобы не ударить в грязь лицом, времени зря юные художники старались не терять. Всего я сделала около 50 работ. Сначала это была необходимость. Нам говорили – рисуйте, чем больше, тем лучше. Конечно, и качество тоже тут. После того, как начала рисовать, уже и самой захотелось, тянулась сама за карандашом в любую свободную минуту. Магнитогорцев в Сочи встретила неласково, плохой холодной погодой. Объявленное штормовое предупреждение и сплошные дожди в первые дни не давали свободно перемещаться. Однако непогода вызвала у юных художников такой всплеск творческой энергии, что карандаши из рук практически не выпускались. Многие впервые увидели и море, и шторм, и, прячась в укрытиях, стремились запечатлеть это не столько для конкурса, сколько для самих себя, что весьма поощрялось педагогами ребят. В традициях русской художественной школы было всегда путешествие художников. И мы считаем, что наши дети тоже должны совершать такие путешествия, выходить за рамки привычной жизни, привычной природы Урала, видеть другую природу, знакомиться тоже с какой-то архитектурой иной, с живописью, и совершать свои маленькие художественные шедевры. В один из таких непогожих дней Адель Душкаева и написала работу, которая позже заняла первое место в главной номинации конкурса. Моё внимание привлекла речка, такой маленький ручеёк, падающий прямиком в Чёрное море. Через этот ручеёк был проложен мост. Возле этого моста также была берёза молодая. Она была промокшая, единственная пожелтевшая среди всех этих тропических растений. Что-то родное среди всего не нашего. Эта работа была отмечена также специальным призом за технику исполнения. Стоит сказать, что Сочи всё же успела порадовать художников солнечными днями. Вот таким сочным, ярким, залитым солнечными лучами увидела Сочи Полина Боброва, чей рисунок и получил главную награду – Грам-при конкурса. Подводя итоги, члены жюри отметили, что свои награды наши земляки получили за мастерство и вдохновение, а также заявили, что Магнитогорскую художественную школу сегодня можно смело назвать одной из сильнейших в России. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска важная информация. 12 декабря в 12.00 в областном пресс-центре в Челябинске состоится пресс-конференция на тему выборы президента Российской Федерации, на которой в роли спикеров выступят председатель обл. избиркома Челябинской области Сергей Абертас и его заместитель Елена Шубина. Они расскажут об особенностях избирателей компании по выборам президента России, поднимут волнующие вопросы избирателей, среди которых, например, такой, что означает термин «мобильный избиратель». Посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции можно в социальной сети Facebook по адресу facebook.com.granada.press.center. Не пропустите! И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfis.in.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 12 декабря. Всего вам доброго и до встречи! Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 12 декабря в городе ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. В первой половине дня – переохлажденный туман. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью – минус 19 градусов, днем – 17-18 градусов ниже нуля. Субтитры создавал DimaTorzok